В наших путешествиях по Америке нас часто спрашивают, откуда мы, и мы привычно отвечаем из Украины. Но наши собеседники уточняют, ну хорошо, а здесь-то вы откуда? Из Леднойса говорим мы, из Рубаны Шампея. И вот постепенно мы начинаем понимать философию мультилокалити, согласно которой недостаточно сказать, откуда человек родом, это очень мало, что говорит собственно о человеке. Нас формирует не столько страна, из которой мы родом, сколько те места, в которых мы жили, и которые оказали на нас определенное влияние. Откуда мы? Мы из Киева, из Ургорода, из Казани, из Токгольма, из Варшавы, из Хайдельберга, из Иерусалима, из Урбаны Шампейн. Вот то, что мы живем здесь уже шестой год, и уже третий год ездим на одну и ту же ферму, говорит о том, что мы таки, да, немножечко отсюда, до конца этого года. А потом, потом неизвестно, откуда мы будем. Как мы уже рассказывали в предыдущих видео, Кёрчис Орчард – это ферма, которая не просто выращивает тыквы и яблоки, но сделала из этого целое развлечение. Сюда приезжают, чтобы самостоятельно нарвать себе продукцию, посидеть в кафе, пошопиться в магазине сувениров, дать детям поиграться в специально отведенном уголке для детей и животных. Начнем с яблок наших насущных. На входе мы получаем по пакету, в который помещается ровно четверть кучи яблок, и идем их срывать. Да, оказывается, у них каждый день разного цвета эти наклейки, чтобы люди не приносили, типа, на следующий день свои предыдущие вчера купленные пакетики за новой порцией яблок. В этом яблоневом саду высажены, например, карликовые сорта яблонь, и это очень разумно. Благодаря маленькой кроне яблони можно сажать близко друг к другу. Количество яблок на квадратный метр получается таким же, как в садах с полноразмерными яблонями, но собирать плоды и обрезать крону гораздо проще. Конечно, каждый человек, который входит сюда, он получает пакет, и он может собрать и унести с собой четверть кучи яблок. Но при этом, если не особенно мучаться совестью, то яблок здесь, даже валяющихся на земле, вполне спелых и совершенно не попорченных, достаточно много. То есть вполне можно тут их есть сколько угодно, просто выносить не больше, чем четверть кучи. И некоторые люди так и делают. Теперь переходим к тыквенному полю. Между ним и яблочным садом поле цветов – цинтий. Их тоже можно срывать. По доллару за штуку. Выбираем некрупные тыквы на свое усмотрение. Вообще-то, для лентяев есть большой выбор уже сорванных и вымытых тыкв у самого входа. Но так интереснее. Хотя среди тех, что лежат у входа, есть много очень интересных по форме и по раскраске. Сложив тыквы в машину, идем в кафе «Летучие обезьяны». Здесь, кстати говоря, очень много сделано в стиле волшебника из страны Оз. Статуи железного дровосека из консервных банок. Куклы и рисунки на стенах кафе. Мы берем здесь сидр. И надо сказать, что на вкус это вовсе не та приторно-сладкая фруктовая вода, что продается в некоторых кафе Чикаго. Как тебе их сидр? Да, хороший сидр. Но в люблении не слишком сладкий. Почти что обычный и обычный сок. Ну, и обычный, и обычный. Свежевыжатый, и обычный, и обычный сок. Рядом с кафе есть площадка для детей. Среди прочего, тут есть вольер для коз. Между вольером и амбаром, где они живут, есть вот такой переход. В любой момент, когда им наскучит суета, они могут уйти домой. Но в вольере интереснее. Тут ходят люди, у которых всегда можно выбросить вкусняшек. А в амбаре, помимо прочих зверей, живут местные кошки. Каждый котенок здесь учтен, сфотографирован и представлен посетителям по именам. И по мордочкам. Этот кортис вольчерк не только выращивает икру и яблоки, но также и усыновляет котят. Усыновляет и предоставляет им ветеринарное обслуживание. Все котята должны быть вакцинированы. Владельцы фермы очень просят не забирать котят, пока они не прошли полную вакцинацию. Котята, а не владельцы. И если какой-то котенок пристает к вам и очень просит его усыновить, все равно не забирать. Хотя порой устоять бывает нелегко. Благодаря выставленным фотографиям, мы знаем, что эту кошечку зовут Саната. Наобщавшись с Санатой, мы наконец покидаем гостеприимную ферму, в которой мы уже чувствуем себя почти как дома. Вот это то, что называется don't ask me where I'm from, ask me where I'm a local. Если в каком-то месте каждый год ездишь на ферму покупать яблоки, покупать тыкву, вот это I'm a local. Потому что этот ритуал, связанный с местным фермерством, с местной продукцией, повторяется из года в год. Очень интересное ощущение, ощущение себя local в совершенно каком-то тяжелом месте, казалось бы.